Родительство как гостеприимство Мы рады этим детям, мы рады воспитывать их, мы рады видеть их, мы рады их принять в нашем доме. И мы начали с высказывания такого, ну достаточно известного, современного философа Михаила Бахтина. Он говорит так, что естественные дисциплины имеют дело с вещью, в то время как гуманитарные науки с личностью. Что такое вещь? Вещь это то, что можно разложить по частям и по частям эту вещь изучать и по частям ее усовершенствовать. А личность это то, что невозможно разделить на части. И, к сожалению, сейчас такая дисциплина, как, например, психология, к сожалению, пытается разделить человека на определенные составляющие. Вот у него есть память, давайте работать над его памятью. У него есть, например, там эмоциональная сфера у человека, давайте мы ее отделим от человека и будем изучать только эмоции. Независимо от его разума, независимо от его воли, от его ценностей, от его духовного составляющего. То есть пытаются что-то вырвать из человека и эту отдельную часть изучить. Но ведь, понимаете, психо – это душа. Психология – наука о душе, наука о личности. Вот и действительно другой термин, который душа, попечительство. Вот, знаете, в английском языке и душа, попечительство, и вот как… Психология – это одно и то же слово. И даже попечитель и психолог, он все в одним словом идет. Но вообще вот душа попечительства – это точнее все-таки определение. Потому что это гуманитарная дисциплина, которая имеет отношение к личностью. По идее, психология тоже должна быть гуманитарной дисциплиной. Но что мы сейчас видим часто, что она как-то вот все больше склоняется в естественно научную часть. Но с другой стороны, отвергать психологию только лишь из-за того, что в ней есть возможные течения, которые пытаются вырвать эмоции, пытаются вырвать память, пытаются вырвать разум у человека и изучать его отдельно. Отвергать только лишь на этом основании у нас нет никаких прав, потому что психологию Бог создавал как науку о душе. Это все равно, что отвергать теологию только лишь из-за того, что возникло течение, такие как мормоны, как свидетели Яговы. У них неверное течение, но тем не менее мы говорим, теология – это правильная наука. Да, есть какие-то исключения, которые отклонения, и они неверные. Но теология – это наука как наука. Это все равно, что отвергать медицину только лишь из-за того, что они изучают плоть. Вообще не занимаются греховным делом, изучают плоть. Это ненормально. Но тем не менее все мы прибегаем к медицине, когда у нас болит голова, болит зуб. И отвергать родительство как таковое, что пытались, скажем, сделать большевики, когда был такой клич, что обсуждался такой проект в большевистском правительстве в 1922 году, что предоставить право каждому ребенку выбирать себе родителей. Только лишь потому, что есть несовершенные родители, которые не ту идеологию, так сказать, вкладывают в голову своих чат. То есть, понимаете, отвергать что-то из-за того, что есть какие-то ложные течения, нельзя. Но самое главное, чтобы мы помнили, вот что, почему мы вот эту цитату Михаила Бахтина сюда включили. Мы к своим детям относимся как к вещи или как к личности? Такой, бросим сейчас такой вопрос. Просто вопрос, ответь его для себя сами. Ну а почему именно гостеприимство? Потому что в Псалме 118 есть потрясающие слова. Странник я на земле. Все мы странники. Наше гражданство вообще-то не здесь на земле, правда? А там, на небесах. Мы граждане уже небес, небесного царства. Здесь мы временно. Странник. И вот даже интересно, когда мы с нашими детьми путешествуем, ездим в какие-то миссионерские поездки, проводить семинары, конференции или еще по какой-то причине, заходим в поезд, и наши дети говорят, Господи, слава Тебе, я благодарю Тебя за этот дом, который ты нам даришь на один день. Или на два дня. Или на два дня. Потому что, ну, 30 лет мы в нем живем, в этом доме. Или всего лишь два дня. По отношению к вечности. Вечность плюс один год. Сколько будет? Вечность. Вечность. А вечность плюс тысячи лет. Вечность. Все равно вечность. Не больше и не меньше. Итак, что же такое гостеприимство? Гостеприимство, вот в том понимании, в котором мы сейчас вот хотим здесь его преподать, это готовность открыть себя, чтобы помочь другому. То есть это не просто напоить чайком и предоставить кровать. А открыть свой дом, открыть свое сердце для человека, который к тебе пришел и что-то ему дать. И верное гостеприимство помогает ребенку избавиться от ощущения бездомности и от одиночества. И вы знаете, что мы сейчас наблюдаем, что мы видим, что ребенок пытается найти себе дом там, где ему хорошо. А с другой стороны, в своем доме, ну как будем так говорить, там, где он прописан, да, так грубо скажем. Ребенок ощущает себя одиноким человеком. То есть его дом родительский может быть негостеприимен для него, для самого. Итак, давайте сейчас мы рассмотрим виды гостеприимства, которые мы, как родители, оказываем своим детям. Или не оказываем. Итак, первый вид, который присутствует... Так называемое авторитарное гостеприимство или авторитарный подход к воспитанию детей. И такие родители называются, ну можно их так назвать, родители-кормильцы, как бы, в более понятном языке. Иллюстрацией вот этой видового гостеприимства можно представить произведением Крылова пасня «Демьяново уха». Вспоминайте школьную программу. Помните, там Демьян пичкал своих гостей ухой. К нему пришел голодный человек, он ему наливает ухи и говорит, хороша ушица, кушай. И гость съедает эту уху, ну, из чувства голода. Он ему наливает вторую порцию ухи, говорит, хороша ушица, давай ешь. Гость уже не хочет кушать, он наелся. Он уже наелся. Но он съедает из вежливости. Он наливает ему третью тарелку и говорит, хороша ушица, давай, кушай. И гость уже съедает из чувства благодарности. Но довязь. Но довязь, потому что он уже не лезет, но надо, как бы, вот, ну, хозяин же, отблагодарить надо. Демьяному наливает четвертую тарелку. И что происходит с гостем, помните? Сбегает. Он убегает от него. Кстати, знаете, читайте классическую литературу, мы вам очень советуем вот эту вот Демьянову луку перечитать. Кстати, очень хорошая, даже для проповеди, очень хорошая тема. Если мы начинаем вот так вот пичкать наших детей, то мы их отказываем ребенку в свободе выбора. Вот тут написано, и мы отказываем нашим детям в свободе воли. Если мы так себя ведем, как священнослужители в церкви, мы отказываем свои пастры в том же самом. Мы говорим, ешь, я знаю, что тебе сейчас нужно. Я знаю, сколько тебе нужно. Я знаю, как тебя нужно кормить. Твоя задача... И не спрашивай, сиди и ешь. Просто проглотить. Вот, вот это называется авторитарный подход к людям. Но в данном случае мы говорим, как авторитарный подход к нашим детям. Ну, вы понимаете же, вы студенты, вы учились логически мыслить. Что это все можно спроектировать и на отношения в церкви, пастор и прихожане в церкви. И на отношения в какой-то организации, там, бизнес, да. Это может быть везде. Вот смотрите, что значит авторитарный подход. Дальше. Покровительственное гостеприимство. Или патерналистический подход к воспитанию детей. В данном случае мы таких родителей называем родители-благодетели. Ну, что значит, давайте посмотрим, что такое-такое благодетельство. Оно отказывает ребенку в приобретении собственного жизненного опыта. И в анализе приобретаемых знаний. И здесь как раз вот такой иллюстрацией может быть произведение Гоголя «Старосветские помещики». Тоже из школьной программы. Очень советую вам перечитать это произведение. Совершенно потрясающее произведение. Есть два таких, такая семейная чета Афанасия Никитича и Пульхири Ивановна. Такие бабушка с дедушкой, такие добродушные помещики. Ну, не совсем бабушка с дедушкой, но... Ну, пожилые уже люди, к ним приезжали гости какие-то, там, человек приезжал по дороге, ехал, останавливался у них. Они его привечали, усаживали кушать. После еды его вели в зал, для того, чтобы сыграть ему на пианинох, для того, чтобы рассказать ему последние сплетни города. После этого вели и укладывали его в пуховые перины. О нем заботились, все для него делали. Было очень-очень хорошо, он не чувствовал никакого давления. Вот перед ним стоит масса явств самых лучших. Он выбирал, что хочет. Да, его подчевали всем подряд, да. Ну, правда, имени порой не спрашивали, но неважно. Но ему там было очень хорошо, тепло и уютно. Он потом ложился в эту пуховую перину и засыпал. Засыпал. Мирно, тихо, вот эта вот обстановка вся сопутствовала того, что все создавалось для того, чтобы он спал. Утром человек просыпался и благодарный уезжал из этого дома. И часто даже они не знали, как этого человека зовут. А зачем? Мы же проявили гостеприимство. Мы же облагодетельствовали его и отпустили. То есть такой вид, такого гостеприимства или такого подхода к воспитанию, что он вкладывает детей. Детям очень хорошо. За них все решили, все во благо ребенка. Таким образом в детях убивается пытливость, желание как-то дерзать самому. Что-то сделать самому, какую-то инициативу проявить. А зачем, если все у мамы с папой для тебя сделали по высшей категории? То есть, знаете, с одной стороны это считается у нас, знаете, верхом родительства. Вот такая забота о детях. Такая забота. Все выложить для них. Но после этого раздается звонок, как у той бабушки, которая говорит, ну что делать мне с моим сыночком? 36 лет, а он лежит на диване и ничего не делает. Он ничего и не умеет делать. А потому что ему и не надо ничего было делать все эти 36 лет. А зачем? За него все решала мама. Все ему предоставляла. Все из-за него делала. И ему ничего делать не надо. Зачем ему что-то пытаться делать? Или после этого возникают такие ситуации, как, например, вот в одной церкви была такая вещь, что дети церковных служителей, у одного дочка, несовершенно еще пока летняя, у другого сына уже совершеннолетний, встречаются. Встречаются давно, если ей 15 лет, а встречаются они уже 3,5 года, то есть еще даже 13 не было, да? Причем встречаются, уже у них встречи дошли до определенного периода, вот вчера кто был, рисовали вот эту вот схему развития отношений. Но мы об этом будем завтра здесь подробно говорить. То есть отношения у них развились достаточно серьезно и глубоко, до такой степени, что родители начали уже в колоколабить. Что нам делать? Они говорят, а мы целовались, целоваться будем, и не только это. Родители говорят, ну хорошо, наши деточки, ну хотя бы хоть обдожди. Ну хоть уж дома все это делается. Врачного периода, пожалуйста, это не делайте в подъезде, будьте дома. Создайте все условия, чтобы они только не грешили, понимаете? Но все условия, только вы не грешите, пожалуйста. Вот, понимаете, мы, вот будьте уж дома, все, мы тут за дверью, ну мы уж не совсем идем, мы на кухню уйдем, но мы будем дома, вы знаете, что мы дома, чтобы никакого греха между вами не произошло. Понимаете, вот он подход родительский. Понимаете? И дети, вот только на семинаре, вот там, когда мы говорили им вообще, что к чему это происходит, кстати, сами дети задумались. Не родители, когда мы родителям говорили, слушайте, вы уже занимаетесь попустительством. Они сказали, а что мы теперь можем сделать? Мы же не можем их выгнать, мы же их потакаем ко греху, да? Дети поняли, что нужно принимать кардинальные меры. То есть, вот это, вот такое покровительное гостеприимство просто полностью ведет к такому потаканию порой порока. Порока, мы называем так, это паразитизм, это воспитание детей-паразитов. Инфантильных детей. Да, да, или конкретно можно назвать таким вот словом, паразиты. И так дальше, следующий вид гостеприимства. Высокомерное гостеприимство или монологический подход. И здесь родители уже являются носителями непреложной истины. И здесь ребенку отказывается в свободе самовыражения и вправе на возражение родителям. И здесь вот такой иллюстрацией, может быть, мультфильм «Винни-Пух идет в гости». Помните? Вот, значит, совершенно потрясающая иллюстрация, очень четкая иллюстрация этого самого подхода. То есть, там вот эти два таких маленьких, каких-то неуклюжих, несуразных существа, этот медвежонок и пятачок-поросенок, идут в гости, приходят к этой норе. Помните, да, вот такие маленькие? Есть кто-нибудь дома? Никого нету. А кто ж тогда разговаривает-то? Да, и вообще, и незачем так орать, помните? Я и первый раз замечательно слышал. И вот эти два маленьких существа стоят внизу, а кролик, он и так, вместе с ушами, высокий, да? Так он еще и поднялся на балкон. Помните? И сверху на них говорят, и вообще, вытирайте ноги. Что там написано? А зачем так написано? У единственного, у кого это у кролика написано около двери, вытирайте ноги. Вообще без вопросов. Вот раз вы ко мне пришли, вообще без вопросов написано, делайте. То есть этот подход говорит о том, что и не спрашивай. Вот я тебе сказал, надо только так, значит, только так. И больше никаких вопросов. Интересно, что даже по мультфильму мы видим, что кролик оказался, ну, как бы, на высоте. Это потому, что кто-то сливка много ест. То есть он сделал, как бы, такое вот, все равно, его слово было последнее. Хотя, очень по большому счету, мы видим, что медвежонок-то его объел, да? Но все-таки вот слово осталось последнее, за кроликом. А у Бориса Заходера... Который переводил Винни-Пуха на русский язык, он оставил оригинальное окончание этой истории, которая является, ну, в английском языке, в английской книге. И там кончается эта история так. Потом они сидели на берегу реки, смотрели, как заходит солнце, и слушали, что им говорит кролик. Понимаете? То есть кролик не просто кто-то слишком много ест, кролик еще и прочитал. Он еще и продолжал им читать лекцию. Как себя надо правильно вести. То есть, знаете, с одной стороны, вот это кажется, что высокомерное гостеприимство очень похоже на авторитарное. Но оно отличается в одной очень существенной вещи. Авторитарные родители кормят детей из любви, из желания хорошего, ради ребенка. Они думают, что вот так надо, и вот на тебе ешь и глотай, это для тебя, мы знаем, что тебе так лучше. А высокомерное или монологическое гостеприимство... Это делает без любви. И говорит, ты должен быть для нас удобным. Удобен. Вот, когда ты себя так ведешь, мне так легче, мне так проще. Дети служителей должны быть только такими, такими, такими. Как сказал один мальчик, меня отец спорит, чтобы у меня выросли крылья. Как у служителей церкви. Потому что мне нельзя себя плохо вести. Мне нельзя говорить там какие-то слова. Я не могу поступать так-то и так-то. Я просто сейчас вспомнила, как однажды один человек подошел к нам в церковь и стал говорить, что вот вы знаете, что мне делать с моим сыном, вот он такой, 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 такой. И знаете, и среди прочего, того, что он перечитал про своего сына, он вдруг бросил совершенно как-то, он даже со мной не подумал, ладно, такая фраза. Вы представляете, вот из-за него меня на диаконство не ставят, да? И потом опять еще продолжим. Мы вот так и смотрим, стоп, 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 стоп. То есть вас расстраивает поведение сына, потому что вас на диакона не ставят. Вы понимаете, что? То, что у него сын плохо себя ведет, его расстраивает только потому, что сын ему мешает достичь каких-то высот в христианской карьере. Вот это тот самый малогичный подход. Вот теперь разница понятна между этим и этим. Понимаете? То есть, вообще еще потрясающей иллюстрацией является, есть такой фильм, Тараса 60. Видели этот фильм? Ну, если не видели, можно посмотреть. Все эти теологические вещи, отказ в сторону убрать. Теологические вещи в сторону убрать, но тем не менее, вот нам интересно отношение отца и сына. Отец подарил там сыну красное БМВ, отец там стремился, чтобы сын стал там адвокатом. Он выбрал для него профессию. Выбрал для него профессию. Выбрал для него девушку в желтую. Выбрал, ну все для него выбрал. И вот происходит переосмысление у сына, что все-таки он тоже личность, у него есть свои взгляды. И вот фильм кончается тем, что он приезжает к отцу и говорит, слушай, отец, какой мой любимый цвет? Отец говорит, синий. Синий. А почему ты мне подарил красный БМВ? А потому что к БМВ лучше подходит красный. Отец, забирай ключи от этой машины. А отец говорит, да. Потому что отцу нравится красный БМВ. А отец говорит, как ты можешь, дареному коню зубы не смотрит. Но там еще вот что было. Сын всю жизнь мечтал быть не адвокатом, он хотел быть художником. А отец все время на эту тему издевался на него. Говорил, какой художник, мужик, настоящий. А ты что там рисовать будешь малюкать? И тогда сын ему говорит, да, хорошо, раз дареному коню зубы не смотрит, я тебе на твой юбилей подарю мольберт и кисти. И тут отец начинает понимать, что вообще он делал всю жизнь своим сыном. Он сына делал удобным. Для себя. И переосмысление произошло в том фильме у отца. После того, как произошло переосмысление у сына. То есть вот мы просто несколько иллюстраций вам сказали вот этого вот подхода. Для того, чтобы вы поняли. Вы знаете, он более распространен, чем нам кажется. И это вообще страшный подход. Это подход, который не воспитывает личности, а подход, который воспитывает, ну, будем так говорить, пешек. И вот такое переосмысление, к сожалению, происходит не у всех детей в выросшем состоянии. Они остаются взрослыми пешками. Они остаются взрослыми пешками. Которые пытаются угодить начальнику, пастору церкви, там, боссу, жене, мужу. И сами. Начинают угождать. Точно так же такой же подход к своей жизни. Начинают применять в своей семье. И в окружении себя. Следующий вид гостеприимства. Диалогическое гостеприимство или идеологический подход к воспитанию детей. Ну, вот это мы считаем единственным верным и единственным правильным. Потому что этот подход применял в Писании Господь Бог к людям, к Его нации, к Его народу, к нам. Сейчас в науке, в психологии, в социальном психологии, именно этот подход, который так называется идеологичным подходом в общении между людьми и воспитании детей, как раз определен так, что родители являются соработниками со своими детьми в деле взаимного воспитания. Ну, иллюстрация здесь, наверное, является лучшим собой писанием. Как Авраам встречает трех мужей у себя дома. Это Бытие, 18 глава. То есть, посмотрите, вот здесь вот как раз мы написали. Первое, что мы видим, взаимная свобода при взаимных обязательствах. Если я обрел благоволение перед очами вашими, вы можете прийти ко мне домой. Если. Зайдите и принесут воды, и накормят, и приготовят вам все, что необходимо, чтобы вы могли отдохнуть. Но опять, здесь если. То есть, вы имеете полную свободу идти дальше. И пройти мимо. У вас есть выбор. Если я обрел благоволение, войдите. Нет, можете пройти. Я вас благословляю в любом случае. Следующее. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под этим деревом. И я принесу хлеб, и вы подкрепите сердца ваши. А потом идите, как вы идете мимо раба вашего. И они сказали, делай так. Уважение личности. Зайдите, я вас уважаю, когда проходите. То есть, щедрость хозяина, открытость гостя. То есть, они увидели его щедрость, увидели его открытость, и у них родилось это желание ответить на его открытость. И поспешил Авраам в шатер к саре, и сказал, замеси трясатой лучшей муки, сделай пресные хлебы из лучшей муки. И побежал Авраам к стаду, взял теленка, ну и далее тут он, как он готовил, и говорил о том, как происходил этот обед. И потом взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними. А сам стоял около них, под деревом, и они ели. Обратите внимание, Авраам стоял не над ними, как в авторитарном, или в высокомерном. Он стоял не под ними, как в покровительственном. Он стоял рядом. Понимаете, вот вроде вот маленькое слово, да, оно говорит о многом. То есть, это шла вот такая искренность и равноправие вообще. Несмотря на то, что они, он сразу в них увидел посланников божьих, он ни над, ни под, он рядом. Понимаете, то есть, это уважение, взаимное уважение. И, конечно же, дальше идет взаимная забота, потому что они сказали ему, где жена твоя, Сара? Он говорит, здесь в шатре. И они его благословляют. Будем через год проходить здесь еще раз, у тебя уже будет к тому времени сын. То есть, представляете, не только Авраам им что-то дал, он им дал отдых, пищу. Но и они ему дали благословение. Вот мы все время говорим родителям, да, мы говорим, а вы готовы к тому, что вот не только вы своих детей оказываете... Учите родителей своих детей, но и дети учат вас воспитывать. Вы поэтому нашу книжку и назвали, как воспитание родителей. И вот нам нравится вот эта картинка, что стоит девочка и воспитывает своих родителей. Потому что мы от детей очень многое получаем. Еще сколько мы от них получаем. Это самые лучшие воспитатели, если родители открыты перед этим. Если они готовы проявить такой идеологический подход. Хотя многие нам говорят, ну это же так нельзя, ведь дети на шею сядут. Если мы им разрешим задавать неудобные вопросы. Если мы им разрешим как-то себя вести определенным образом. В конце концов, они дети, а мы родители. Вот, на вопрос, просите ли вы прощения у детей, кстати, очень маленькое количество родителей отвечает утвердительно. Чего это мы должны? Понимаете? Ну не должны. То есть вот эти вот вещи. Все, именно мы все время, знаете, как говорят. Если вы боитесь, что ваши дети могут быть вам неудобными, неудобными, значит, вы сами у себя в доме не хозяева. А вы гости. Потому что если ты хозяин, ты не боишься. Неудобных вопросов, ты не боишься какого-то неудобного поведения своих гостей. Потому что ты здесь хозяин. Ты можешь это все исправить. Ну если у тебя у самого шаткая позиция, конечно, ты боишься. Если ты сам в гостях в этом доме. Все. То есть если говорить вот этим категориям мегасеприимства. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com И вот дальше, давайте вот посмотрим. Отец и мать нужны ребенку как родителям. То есть это олицетворение заботы, защиты, безопасности. Если этого дети не получают, у детей формируется состояние безродности. О нас никто не заботится. Кто мы? Мы не принадлежим никому. Не зря в Писании так много внимания уделяется вот именно таким моментам, как кто родители. Он не просто говорит там сын, называет имя. Он говорит, это еще и сын вот этого человека. То есть вот он из этого рода, потому что забота должна быть взаимная, защита, безопасность. Заботятся друг о друге. Кроме того, родители должны быть еще и учителями для своих детей. Они дают необходимые навыки общения, жизненный опыт какой-то, умения. Навыки. Навыки прививают своим детям. Если родители не берут на себя вот такую вот функцию, как быть учителями, тогда у детей возникает состояние бесперспективности и дезадаптации. Ну что это такое? Это неумение адаптироваться в обществе. Они попадают в какую-то группу людей или приходят на работу, а они ничего не умеют. Опыта нет, навыков никаких нет. А что я должен делать, а как это происходит? Если родители не научили, например, человека общаться, сможет ли он общаться? Ну он общается, но как-то так, что не строит конструктивные отношения с людьми вокруг себя. В одной из библейских школ на нас внимание обратил один молодой человек. Вот он сидел всегда так и слушал как-то, глядя в потолок. Когда начинался перерыв, он уходил от всех и ходил по коридору, пел псалму. Ни с кем не общался вообще. Однажды мы стали одну игру проводить на обучении. И вот я, ну как-то, не знаю, слушай, как у меня получилось, я вызвал его. Я говорю, знаешь, ты будешь играть роль презерватива в отношениях. Ну там была такая игра по внебрачным отношениям и по спиду, как он распространяется. Он встал, он побелелся, у него слово. Мы говорим, да-да, выходи, сейчас мы вот покажем, как вот, ну что. Я! Он посередил, и к нему подбежали, он упал в обморок. Если бы его не схватили, он бы рухнул на пол, его откачивали. А потом нам сказали, слушайте. Вы что, специально, что ли? А мы говорим, а что такое? А в чем проблема-то? Оказывается, он сын старшего пресвитера того региона. Старший сын. И когда он родился... И отец решил, ну столько вокруг грязи, столько вокруг вот непотребностей, вообще ужас какой творится вокруг, надо его оберечь от этой грязи и растить его служителем Божьим. Для Господа в чистоте. Чистым, святым. И он ни разу... Ни одного дня он не был в детском садике, потому что там дети-то иногда и ругаются. Ни одного дня он не ходил в школу. Его не выпускали ни на улицу, он не занимался... Единственное общение, которое у него было, это вот полтора часа в воскресной школе в церкви. Все. И собственным братьям... Родители его учили, он окончил школу дома. Он окончил, он получил аттестат вот этот, там сдавал, сейчас есть такая возможность. Экстерном, да. Домашнее обучение. Добились они этого. Они этого сделали, чтобы он всю школу закончил до домашнего обучения. Поступил вот в эту библейскую школу, и вдруг его вызывают играть роль презерватива. Слово-то какое грешное. Его готовили на роль служителя, а воспитали человека, который не может быть служителем людям, потому что он вообще не знает, как с людьми общаться. Ведь Господь-то о своих учениках как молился? Не убери их от мира, а сохрани их от зла. Пусть будут они в мире. И мы должны быть в мире. Если мы не в этом мире, как мы можем говорить о Христе? Кому мы будем рассказывать? Друг другу, что ли? Да мы знаем. Нам надо идти туда. В мире, но не от мира. Да, конечно, в мире, но не от мира. Дальше, вот понимаете, нам, родителям, действительно, мы нужны, ребёнку, вот нам часто задают вопрос, сейчас, знаете, эти вопросы стали всё более-более актуальны по поводу усыновлённых детей. Вот, вы знаете, сейчас вот мы радуемся, что вот этот вопрос всё чаще-чаще встаёт в семьях и верующих людей, неверующих, потому что этот рост, количество безродных детей, он ужасает. Вообще, это нормально, что он ужасает. И вот эти вопросы по поводу того, говорит или не говорит, что ребёнок не биологический, то есть не родной биологический. Мы всегда говорим и ставим такой позиции, что родителями являются те, кто воспитывают. Биологическим родителям большого ума быть не надо. Это такт занимает несколько минут, и вы биологические родители. Ну, потом 9 месяцев выносить, ну, несколько часов рота, ну, пусть даже возьмём эти 9 месяцев. Ну, это примитив быть биологическим родителям. А вот воспитать, привить необходимые навыки, жизненные ценности какие-то. Быть родителем, учителем. И быть наставником, вот смотрите, последний момент, олицетворение духовного развития, то есть то, что ты христианин, не значит, что твой ребёнок будет христианином автоматически. Вывести его на путь истинный, вот задача родителей. И даже если это твой неродной ребёнок, однажды женщина позвонила и говорит, вы знаете, у меня проблема, я вот взяла девочку из детского дома, и вот прошло несколько месяцев, я чувствую, как я из-за неё раздражаюсь. Но не моё это. А я одинока, я её взяла из-за того, чтобы мне как-то одиночество скрасить, а вижу, что она мне больше проблем доставляет, чем скрашивать моё ребёнок. И я уже начала на неё ругаться, начала там на неё гнев свой выливать. Я понимаю, что это неправильно. Я хочу её обратно отдать. Может мне её обратно вернуть? Вы знаете, что это будет для ребёнка? Он и так пережил стресс, он один был в роддоме, в детском доме. Его уже раз предали. Его уже один раз предали, если сейчас ещё раз его предадут. Как он пойдёт дальше, с какими ценностями в жизни? Вот вы думаете, родитель это взял, поиграл игрушку, ну не понравилось, дайте мне другую, или вообще не надо её? Или вы считаете это, быть родителем, это значит, чтобы что-то иметь потом от этого ребёнка, чтобы этот ребёнок помог вам быть не одиноким? Не получится. Начните с того, что ваши чувства должны быть приучены навыку различать добро и зло. Если уж вы взяли ребёнка, будьте ему матерью. Это не всегда приятные моменты, это иногда бывает, надо и воспитывать, надо дисциплинировать, но... Ну, в первую очередь надо любить. В первую очередь любить. Причём любить не ради того, чтобы она в старости принесла тебе стакан воды, а просто ради неё. Вы взяли ребёнка не для того, чтобы вы потом от неё что-то имели. По большому счёту, ребёнок вам ничего не должен. Если вы взяли его для того, чтобы подарить любовь, дарите любви всякие должностования. То есть вот эти вот вещи... И вот когда у нас спрашивают, а нужно ли вообще ребёнку говорить, что он не родной в семье? Мы считаем, что нужно. Причём, чем раньше, тем лучше. Чтобы ребёнок сразу начинал понимать и отличать родительство от биологических особей. Понимаете? То есть вот эти вот вещи, как бы, ребёнок должен различать. Просто у нас однажды позвонила женщина... Нам понравилось, как... Да, в эфире. Или мужчина. А мужчина позвонил. Я про мужчину хотел рассказать, как он... Говорит, а вот мы эту проблему очень просто решили. Потому что мы же понимаем, что всё равно ему скажут. В школе или где-то ещё там... Всё равно он узнает. Ну, найдутся добродетели, которые вот скажут, а ты знаешь, что ты неродной тут? И поэтому, говорит, мы с самого начала, как только его усыновили... Плотарогодиком. Плотарогодиком, мы, говорит, стали с ним играть каждый вечер в такую игру. Мы там... У нас было время для общения, потом молитва. И вот прежде, чем он засыпал, мы с ним стали играть в игру, которая называется «Лодочка». Мы, говорит, складывали руки лодочкой, и я спрашивал, говорит, у своего сына, что это? А сын говорил, это колыбелька. А что было с этой колыбелькой у нас? Эта колыбелька была пустая, потому что у мамы с папой не было детей. И что сделали мамы с папой? А мама с папой пошли в дом, где были дети, без колыбельки. Без детей? Без мамы с папой, без колыбельки. Да. И что они сделали в этом доме? Они в этом доме увидели меня и полюбили меня. И что потом они сделали? Они меня взяли домой. Для чего? А чтобы потом меня любить всегда. Представляете, каждый день перед сном папа играл со своим усыновленным мальчиком в эту игру. Замечательная игра. Это игра, которая действительно позволяет этому ребенку и маме с папой осознать, что ребенок в колыбельке это намного больше, чем биологические особи, родившиеся у биологических родителей. То есть вот эти вот вещи тоже нужно понимать самим нам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok